доброго утра всем привет я уже вижу петрушку начали с петрушки уже 30 штук сделали с папой бестяйкин по хорошей нашей традиции что я лично его 100 лет уже не смотрела вот сейчас смотрим петрушка вяжем вот такими вот резиночками для денег целый пакет так мы сейчас уже будем обедать я буду разогревать так где наши макарошки я знаете все с утра пораньше убрала в холодильник а всю ночь она стояла остывала потому что все было вчера горячая так вот он наш будущий обед сейчас бы накладывать бантики и мясо такое вот получилось и будем обедать включили любу киев вяжем уже кинзу кинзу обязательно нужно вымыть сначала то что вся в грязи и она естественно с корнями включили папа смотрит про клубнику сергей зубцов называется канал вот уже зелень наша щавель обязательно нужно его увлажнять инза сейчас будем петрушку довязывать целый день у нас сегодня в работе сейчас еще хочу маме позвонить узнать что она там сегодня на лампочку глотала как у нее вообще ощущение я переживаю мне кажется так страшно и больно не знаю позвоню у нее узнаю так ну что моя пп сегодня или даже не пп просто блин моя отдельная еда сегодня не работает я сегодня ем все что и все а сейчас приготовлю ужин и пойду сделаю еще пучки башки гали в еск собрались завтра поедем думали сегодня но как всегда принят 12 ночи не хотим доставлять все неудобства вот поэтому сегодня собираемся сейчас поставлю что-нибудь в духовку что-нибудь еще сама не знаю что хочу сделать как будто вот эту вот ленивую ленивые голубцы сейчас покажу из какого мяса еще нужно фаршик сделать у нас гусь по моему это гусь или большая утка вот сейчас все на обрезаю сделаю фарш самое первое что нужно сделать поставить вариться рис и я сейчас этим займусь пока рис будет вариться я сделаю фарш и потом сверху подливку и ужин будет готов так смотрите вот это я на фарш сейчас буду молоть и вот это вот на суп разделю прям даже на 2 части мне кажется очень много костей здесь и рис он уже закипел я его выключила воды здесь прям побольше потому что я сейчас буду сливать и рис заодно остынет пока сделаю фарш я делаю поджарку которые я буду сверху заливать фарш здесь морковка лук можно еще болгарский перчик добавить меня просто уже нету и томатную пасту с водой сейчас будет такая вот томатная заливка как на борщ а здесь у меня фарш я уже порезала лук вот сейчас вот помою здесь чесночок я его на чеснокодавку наверно вот и добавлю рис и капусту это будет низ запеканки а сверху будет вот эта заливка залью все и в духовку минут на 40 может быть немного подольше вот у меня фарш с рисом с капустой что здесь еще лук соль перец вот а сейчас буду сверху заливать вот эту вот заливку как на борщ и ставить духовку минут на 40 все пока ужин готовится я включила себе катю сабель и буду сейчас петрушку делать родителям сережным чтоб сегодня все приготовить и завтра утром нам поехать сейчас здесь все переберу чего покажи сегодня пятница антош а чё антоши ничего не покупали да ну я не знаю я не видела чтобы гриш помоги а ты откроешь гриша говорил что он за здоровый образ жизни кому-то скажу ну придешь будет сюрприз арман что придет навязала сейчас я пойду за кинзы и получилось все что в общем осталось у нас чавля один пучок и 4 пучка петрушки получилось сейчас еще кинзы пойду гляньте какое клевое небо да вообще я в шоке какая красота как всегда моя любимая тема небо гриша тут приятная с полезным да а сижу не еще мой выкупил уже жареные не знаю я редко вижу жареную что по носки порвала ну выкидывай гриш бери сумку у нас тут потемнело вообще тучи зашли ну выкинешь сейчас снимешь придешь комнату за они потом палец все будут давить что поехали так а шапка где твоя молодой человек нет шапку надо пойти одеть давай давай иди переодевайся до машина хорошо есть какая она большая вообще нормально вот это кто хочет пошли а а а а а вы гордились в этом году предстоящем турнирном сезоне у нас было побольше победы наград побольше первых мест потому что это будет все благодаря вам вашим вдохновениям вашим достижениям мы будем стараться тоже вам не огорчать только чтобы оправдывать все наши старания и ваши тоже на сегодняшний днем рождения хотим вам подарить и сказать вам тоже большое спасибо спасибо на ваших предложениях вот мы постараемся вас учитывать спасибо большое присоединяемся с днем рождения вот эти ясные глаза пусть приносят лично вам счастья такого вот большого огромного здоровья вам вашей семье и всех 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 глаз вам и чтоб за родителей стыдно не было сегодня тренировки не будет так покупки с пятерочки купила вообще заезжала за тряпочками раз вот они тоже оранжевенькие а были зеленые в общем неважно вот такие вот тряпки мне очень нравится опять эти карточки раздают я их уже выкидываю посмотрим сколько же тут у нас уже наклеек тут наклейки все умнее не как в магните а они где они наклейки 58 наклеек уже а нужно 90 да по-моему короче уже 58 скоро ножик заработаем еще купила фоне на завтрак купила мюсли он именно вот такие вот с ежевикой и малиной любит молоко тоже для завтрака сыр будет у нас на завтра шаурма я сейчас замариную курочку сыр помидорки вот эти вот я говорила они очень-очень вкусные вот эти долины овощей и стоят 80 рублей 250 грамм но они прям супер вкусные йогурт смешаю с горчицей это будет соус у нас для шаурмы огурцы купила 3 штучки и еще вот такую терочку для посуды иногда на дна привет привет еще раз вот такой вот у меня видон я сходила в душ но голову не мыла завтра буду утром мыть завтра утром мы поедем сейчас буду мариновать курицу курица будет и мне на понедельник потому что я все-таки не отступлюсь я хочу 65 килограмм сейчас у меня вот сегодня утром было 68 400 я короче в борьбе сама с собой поэтому мариную курицу и себе на понедельник в азиатском стиле соевым соусом, медиком и оставшееся филе чтобы оно не пропало завтра замариную точно так же завтра мы сделаем шаурму тут судочек для себя приготовила сейчас взвешу 250 грамм куриного филе остальное все замаринуем завтра на утро естественно я не буду брать с собой судочки не буду ни пугать родителей не выглядеть как-то странно то есть я не настолько уж помешана на этом на всем поэтому я ем обычно вот сегодня тоже не было времени готовить себя отдельно ела все вместе вот главное пить много воды вот что самое главное а сейчас буду мариновать вот вариант будет у меня на понедельник он обалденный он честно очень вкусный все очень вкусно омлет с помидорами только то есть кто не любит яичницу с помидорами сейчас покажу потом будет яблоко потом курица вот в азиатском стиле с рисом здесь я вычитала рис который варила длиннозерных в пакетике вот 80 грамм когда я сварила то получилось 260 грамм нужно было 50 грамм сухого продукта я вычислила что это 162 с половиной грамма ну то есть это нужно не совсем до граммов но около 160 грамм так дальше готовим готовим омлет зелень все что хотите укроп петрушка помидорки яйца потом у нас будет еще наперекус а еще два хлебца кернера ну вот я беру сладкие я не люблю соленые поэтому дальше у нас куриное филе с медом соевым соусом чесноком растительным маслом семена кунжута до сих пор я так и не купила поэтому я их не использую маринад все смешиваем отвариваем рис на обед рис и курица а на ужин курица и салат поэтому это все круто и вкусно будет у меня в понедельник вот такое меню я сейчас буду мариновать курицу все я молодец себе отложила мясо это на завтра на шаурму кто захочет может быть я просто так ему поджарю потому что мясо в этом маринаде соевый соус чеснок подсолнечное масло и мед получается как будто как мои дети говорят как будто креветки в макдональдсе вот если его просто на сухой сковородке обжарить потому что здесь уже есть масло крышечки не могла найти поэтому все в пленке все убираю в холодильник и приступаю дальше я еще спать не иду я в общем то сегодня решила выполнить программу максимум в плане того что не думала делать пряники но потом решила что не хочу в воскресенье прям очень много заниматься всем этим поэтому сделала вот такой вот набор чтобы просто айсинг не замешивать ради вообще там одного или двух пряников и вот этот вот будет вспышь и здесь будет синий трактор поэтому не знали какую сделать цифру с мамой поэтому решили вот такую вот синюю четверку но с вот этим огнем как у вспыши я его нарисую уже кисточкой вот и трактор тоже будет объемный буду рисовать это уже в воскресенье решила делать сегодня потому что вот эта вот заготовка для объемной росписи чтобы на нем нарисовать трактор нужно его нарисовать карандашом если я сейчас начну рисовать то айсинг еще до конца не застыл я могу его проткнуть и будет дырка в прянике поэтому я этого не хочу собралась с мыслями и сделала сегодня вот эту заготовку только ради нее сделала еще два наборчика поэтому все высохнет и завтра утром я все упакую чтоб не были деревянные пряники ну что я все сейчас еще заложу кимоно постирать чтобы его завтра утром уже развесить чтобы оно высохло за выходные в комнате ну все всем спокойной ночи пока